Виноградов Виноградов Смотрите Вот цепляюсь ко всему Хотите обижаться, хотите нет Я бы не стал бы Саженцы абрикосов Саженцы абрикосов из Сибири Доставка по всей России Из Сибири Я ничего не Я написал Это вы написали Осталось узнать Неужели в Сибири есть питомник саженцев А значит сад Ведь если саженцы Сибири Мы их вырастили в Сибири Значит Подвои, привои Урожаи Откуда же возьмутся они Смотрим Я вам сейчас все расскажу про это Вы ахнете Вот Сколько лапши Теперь Нажимаю и вдруг вижу уже не саженцы Сибири А семена из Сибири Но все таки из Сибири И вот он, видите, смотрите Вот они абрикосы Ну все, ладно Но уже заметно В зависимости от результата урожая Я все равно, при чем тут урожай Если они саженцами торгуют Явлени, груши, абрикосы, персики Персики нет Черешни, вишни, абрикосы Мы вынуждены Изменить цену, размерную фасовку При этом интернет магазин Не несет ответственность за любые убытки Вот обратите внимание Не несет ответственность за любые убытки Которые могут возникнуть Внимание Если фирма не была в состоянии поставить скомплектованный заказ То есть Существует, оказывается, фирма Которая привезла к вам Биск Эти самые саженцы Так? Так Значит, они Тоже Могли трилопуху Они Пообещали Мне привезли А деньги Нужны И вы Знаете как Пусть это старое письмо было Но до сих пор запомнил Заказал пять абрикосов Прислали пять черноплодных Рябин Но нахрен они мне не нужны Когда я Мол А тогда же переписка только была В советское время Когда я им написал Какого хрена мне ваш рейт И они ответили Скажите спасибо Хоть эти есть Что-то Мы должны были вам Выслать Раз уж Эти Абрикосов у нас нет Ну Сказал спасибо А попробуйте судиться За тысячу киевиков Так теперь Которые могут возникнуть Если фирма не была в состоянии Поставить скомплектованный заказ То есть Не несет ответственность за убытки Убытки ясно терпит клиент Он заказал абрикос Получил черноплодную рябину Так Это не убыток Зачем она ему нужна Вот То есть выбросил деньги А фирма не несет А потом Когда человек скажет Почему мне прислали рябину вместо Абрикос Они у морды Раз сюда Я Мы вас предупредили И тут он узнает Что это оказывается не питомник Это магазин И называется Семена Сибири И вот слово Сибирь Заморочило вам голову Но это еще не все Мы еще только начали Блинное Бледное Прочитать невозможно И мы с вами Помните Не могли прочитать Вот специально Ну это Уже знакомые Это не только они так Подло поступают Когда Чтоб непонятно было И я взял И когда я Зачернил Вот этим Засинил Стало видно Давайте прочитаем Это еще не последнее Это Информация Содержащаяся В описании товара Является справочной Не является публичной Аферкой Не подпадает Под вторую статью Этого Гражданского кодекса То есть справочная Вы понимаете Что такое справочная Это они взяли А вы видели Выше там Вот И еще в других местах Сайт-то большой Справочная То есть они взяли Информацию Из интернета То есть Ну там Сколько килограмм Весит Ну название Сами придумали Или допустим Там Серафим Мой Фотографию видели Да Если Серафим Они найдут Справку по Серафиму Там 30-50 килограмм Дерево Плоды сладкие Вес там 30-40 грамм Это все Вот Именно справочная То есть Когда у вас вырастет Окажется Дичок Вы А она не подпадает То есть Пошли вы нахрен Идем дальше Продавец Может изменить Характеристики И внешний вид товара А без предварительного уведомления Ну то самое Что такое Внешний вид товара Вот как это Понять Внешний вид товара Что вместо Если Внешний вид товара Это корни И крона Правильно да Что там еще бывает Ну саженец Корни и крона Без корней что ли Вот Еще не все Я вот это нашел И опять Обратите внимание Видите Нормальный шрифт Да Вот я сейчас Еще увеличу Вот смотрите О О Нормальный шрифт А почему Здесь опять У них чернила Не хватило Ну вот почему Вот здесь Нормальным шрифтом Не сделали Сказать Пересортиться Происходит Иногда Даже у самых Надежных Производителей Даже когда Вы сами Размножаете Сразу много Растений Как бы тщательно Не подписывали Бирки Можете что-то Перепутать Но вы то Можете вы свое А здесь то Магазин Растения Поступает В магазин С маркировкой Производителя Ну наконец Все Вот вам И семена Сибири Помните Самое начало Вот Царницы Сибири Ну хорошо Получается Производители Невы Они не только Производители Невы Они еще И путают Невы А Еще не все Заканчиваю Читаем Стоимость Пересортных Растений То есть Когда вам не то Пришлют Не компенсируется Нами И уже Извинили Заранее Еще не украли То есть Ваши деньги А уже Приносит Извинения Видите Пересортиться Это тема Пересортиться Ну то есть Когда рябина Вместо абрикоса Стоимость Не компенсируется Нами И опять Вот нормально Это знаете Как Это я все таки Пропущу Потому что Ну а что Вас учить то Это дождь Спира Все вокруг Раскопаю А потом Спасаю От перегрева Вот тут Прочете От перегрева От пересыхания От всего Вот Потому что Я спира Дурную работу Делал Теперь дальше Дурную работу Делать Все остальное Всю жизнь Буду дурную работу Делать А когда мыши Сожрут Кстати Она по моему Уже больная Уже чернота Необходимо Притаптать Смех Вам это Претензии Заранее написали Мы вас обманем Претензии Не принимаем Чет Смех Еще раз Вот Видите Кутепова Вы какой Молодцы Что из этого Вырастет Сравнивайте Это Это Вот Потому что Марина Кудина Жаль А вот Марина Кудина Что им Сделается Убить То невозможно Я вам показывал Больше фотографии Вот А это Это самое Знаете Как Еще Тут одна тема Касается Этих Ладно Пропускаю И еще Я обещал Показать Знаете Кому И на этом Все Ну-ка Что там Дальше Ну дальше Обычная Учеба До Груш не Нашли Они Там Ниже Значит Получается Так Значит Жентимер Из Кабарды Мы С ним Подружились Поплакались Про То что Теплая Зима Не нужна Ни Ни Кабарде Ни нам Подумаешь Там Субтропики Из этих Субтропиков Еще Хуже Растение Чувствует Чем Сибири Хотя Ты Наивный Думал Господи На юге Все Растет А потом Курневов Сказал Нет Ни Хрена Нет В этой Как Называется На Кубани А этот Товарищ Помните Ростовской Области Нет Ни Одного Абрикоса А теперь Жентимер Говорит Абрикосы Есть Но Урожаев Нет Потому что Все Убивает Эти Замор Ну уж Теплее Это место Нет Обязательно Заморзок Когда Проклятие И вот Ради Интереса Это Последняя Тема Дело В том Что Он Взял А я Уже Подготовил Вот Эту Фотографию Я Нашел В интернете Смотрите Уже Эта Груша Настолько Популярна Это Нарядная Эфимова Она Уже Была Тут Подготовлена К разговору Потому что Карактеристик В общем Она Уже Тема Вот Эта Нарядная Эфимова Она Перешла Границу То есть Не только Это уже Не Россия Не Казахстан Не Украина Не Белоруссия Ну Замечательно Ну Еще Молдавия Может Еще Где-то Вот Перешла Границу Видите Ну Дело То В том Что Это Моя Фотография Караул Грабят И вот Слово Нарядная Эфимова Это Мой Почер Это Я Железов И Она Уже Лет 15-20 Фигурирует Во всех Моих Еще Интернета Не было Уже В статьях Фигурировало Почему Красиво Уже Сляпзили Ее Ну Спасибо Ладно Сляпзили И Вдруг Мне Я Не стал Бо Говорить Об этом Но Зантимир Взял И Говорит А я Хочу Нарядную Филу Пришите Мне Черенки Хорошо Поближе Нигде Нет А Давай Разбираться А ее Действительно Нигде Нет Это Надо Было Так Довести Садоводство Что Крепкую Надежную Такую Знаете Крепкое Дерево Его Никакие Невзгоды Не берут Его Только Не гноите Корневую Шейку Оставьте В покое Вот Вот Эту Дурь Смотрите Я Не спусья На Вот Эту Дурь Преподнес Вам Вот Хотел Поговорить Она Уже Что Чернеется И Все Ну Что Ты Делаешь Твою Мать А Если Это Груша Я Отсюда Не Вижу Ты Сделал Огромный Длинный Штамп Ты Отрезал 20-30 Веток Может В виде Почек Может Маленьких Отросток Но Отрезал И Завечил Она Уже У тебя Гниет А Ты Учишь А Твой Снимок Использовал Один Из Этих Самых Вот Этих Вот Сайтов Вот Таких Ну По Принципу Нельзя же Надо же Показать Что Мы Такие Грамотные У нас Якобы И Сад Есть У нас Якобы И Питомник Есть Вот Вам Фотография Пожалуйста И Выбрать Самую Неудачную Фотографию С Гниющим Штампом Это Еще Лето С Домиком Домаше И Вот Жалуются Оттаптать Слев Перево Тотти Пили От Повреждений Грызунами Так Ты Какого Хрена Здесь Домиком Сделал И Вот Это Все Преподносится А Потом Говорят Выясняется А Вы Много Знаете Это Садов Где Груша Нарядный Фимов А Что Он Должен Сибирь Писать Письмо И Заказывать И Заказал Черезки Вот Это Нарядный Фимов Вот Так Мы Это Хорошо Что Есть Хоть Куда Позвонить Кому Поплакаться Про Погоду Я Ему Поплакался Он Мне Вот Родные Души Так же Как С Макаром Вот Я Ему Говорю Жантимир Есть Жантимир Оказывается Не только Кабарде Есть В Казахстане Есть Оказывается В Башкирии Забуду Про вас Но Стоит Вам Запятая Жантимир Из Кабарде Я сразу Вспомню Кабарду Сразу Вспомню Вас Потому Что Вы Единственный Кто Лет Шесть Восемь Назад Кабарда Чернки Заказывал Из Кабарды Единственный Вот Все У меня В мое Время Стекло Жаль Я даже Буду Дальше Глядеть Столько Всего Интересного А вы У меня Опять Письма Будете Еще Неделю Писать И опять Я дойду До Этого Места Вот До Этого Места А впереди Самое Интересное Я Просто Так Я Не болтун Я сейчас Собираюсь Какую-то Тему Открывать Какое-то Это Подлое 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 Подлее Еще Подлее Еще Подлее Вот И это Самое Это дерево Якобы Еще Подлее Вот И Потом Еще Это Самое Сколько Я Все Приготовил О Взять Отрезать Живую Ветку Я Уже Успокоиться Не Могу Но Я На Этому Закончил Уж С Последней Секунды Живую Ветку Сделать Страшную Рану А Потом Побелка Защищает Деревья От Солнечных Ожогов Какого Хрена Ты Еще Будущие Ожоги Еще Будут Не Будут Я Какого Хрена Ты Завечил Дерево А потом Белишь Та Его Ты Что Идиот Ты Сбежал С дурдома А Это Вот Тот Самый Супер Притомник Супер Садовод Сайт Открылся Супер Садовод Мечтает Сколько Нам Впереди Еще Разбираться С вами Это Ужас Какой И Опять Вот Эти Смертельные Советы Смертельные Советы Ну Час А А А как Им Надо Абрикос Рекламировать Достаточно Абрикос Лист Он Большой Чуть И Не С Вашей Ладони Достаточно Нарисовать Маленьким На Фоне Вы Видите Якобы Духсот Граммов Плоды Маленьким 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 Маленьким